Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Пётр, сказал студент, протягивая к огню руки. Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая длинная ночь! Он посмотрел кругом на потёмки, судорожно встряхнул головой и спросил, небось, была на двенадцати Евангелиях? Была, ответила Василиса. Если помнишь, во время Тайной Вечери Пётр сказал Иисусу, «С тобой я готов и в темницу, и на смерть, а Господь ему на это!» Говорю тебе, Пётр, не пропоёт сегодня петух, как ты трижды отречёшься, что не знаешь меня. Антон Чехов Студент Если я врач, говорил Антон Павлович, то мне нужны больные и больницы. Если я литератор, то мне нужно жить среди народа. Нужен хоть кусочек общественной и политической жизни. 4 марта 1892 года Чехов переезжает в Мелихово. По утрам он принимал больных бесплатно, вечером писал, а днём на собственные же средства занимался устройством общественной библиотеки, хлопотал о строительстве колокольни, больницы, сельских школ и разведением Вишнёвого сада. Его благотворительность была какой-то безудержной. Он отдавался ей постоянно и чаще всего тайно. Или вот с такой шутливой деликатностью. Те сто рублей, какие вы мне должны, я сам должен и не думаю заплатить их скором. Когда уплачу, тогда я с вас потребую. А пока не извольте меня тревожить и напоминать мне о моих долгах. «Деньги улетают от меня, как дикие птицы», – смеялся он. Чтобы нажить их остался только один способ, безнравственный. Жениться на богатые или выдать Анну Каренину за своё произведение. Крестьяне относились к этому уникальному врачу с недоумением. Вот идёт по деревне, с видом простодушного парня, высокий, красивый, сильный человек, по виду не барин. Бабы встречают меня приветливо и ласково, как юродивого. Каждый на перерыв старается проводить, предостеречь насчёт канавы, или посетовать на грязь, или просто отогнать собаку. Где-то через год этой сельской жизни, когда русская зима помогла ему справиться с эпидемией холеры, доктор Чехов пишет небольшой рассказ под названием «Вечером» и публикует его накануне Пасхи в «Русских ведомостях». Чуть позднее Антон Павлович даст ему другое заглавие – «Студент». Иван Великопольский, студент Духовной Академии, сын Дичка, возвращаясь с тяги домой, шёл всё время заливным лугом по тропинке. У него закоченили пальцы и разгорелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всём порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние потёмки сгустились быстрее, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно. Только на вдовьих огородах около реки светился огонь. Далеко же, кругом, и там, где была деревня, версты за четыре, всё сплошь утопало в холодной вечерней мгле. Огороды назывались вдовьями, потому что их содержали две вдовы. Старая Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господ в мамках, потом в няньках, выражалась деликатно, и с лица её всё время не сходила мягкая степенная улыбка. Дочь же её лукерья, маленькая рябая, забитая мужем деревенская баба. Студент, подсевший к их огоньку, готовится стать священником, но вера в нём едва теплится. В Страстную пятницу, самый трагический день священного года, он был на тяге, то есть охотился на вальчнопов. Бунин в «Воспоминаниях о Чехове» рассказывает, как однажды Антон Павлович сказал, что жизнь после смерти в какой бы то ни было форме сущий вздор. «Мы как-нибудь потолкуем с вами об этом основательно. Я как дважды два четыре докажу вам это». Но потом, несколько раз и ещё твёрже утверждал противоположное. «Ни в коем случае не можем мы исчезнуть без следа. Обязательно будем жить после смерти. Бессмертие – факт. Вот погодите, я докажу вам это». После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился. А бедный Пётр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна. Спал. По капле выдавливать из себя раба для Антона Павловича не было красивой фразы. Вплоть до деда, сумевшего как-то выкупить семью, все его предки были крепостными. Деспотизм и ложь, скажет Чехов, исковеркали наше детство до такой степени, что страшно и тошно вспоминать. Отец за обедом поднимал бунт из-за пересоленного супа и ругал мать дурой. Наверное, Павел Егорович все же не был таким деспотом. Как воспитывали его, так воспитывал он сам. Он держал бокалейную лавку в Таганроге, но главным его увлечением была вовсе не торговля. Он вообще был признан несостоятельным должником, когда Антону исполнилось всего 16. А им же созданный церковный хор. Партия высоких голосов там исполняли сыновья. Днем они работали за прилавком, а репетировали по ночам. У бедного Антона Павловича вдобавок еще и не было слуха. И он, конечно, с особым восторгом учил эти долгие монастырские службы, на продолжительность которых жаловались даже взрослые прихожане. Но отцу они очень нравились. Он не понимал, что принуждением отвращают детей от веры. Старший Александр воскликнул как-то. «Нам хочется услышать от вас что-то доброе, человечное, а слышишь только одни наставления ходить в церковь». В итоге, как говорил Антон Павлович, я с детства уверовал в прогресс и не мог не уверовать. Так как разница между тем временем, когда меня драли, и временем, когда перестали драть, была страшная. Студент вспомнил, что когда он уходил из дому, его мать, сидя в синях на полу, босая чистила самовар. А отец лежал на печи и кашлял. По случаю Страстной пятницы дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть. И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета. Все эти ужасы были, есть и будут. И от того, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше. И ему не хотелось домой. Студент. Антон Павлович очень любил Лескова, и, скорее всего, именно трагические повести Николая Семеновича о жизни русской церкви помогли ему понять родителей. Они тоже стали мельховцами, и в первую же Пасху братья вместе с гостями составили под началом Павла Егорыча чудесный хор и пропели всю службу к большой радости местной церквушки, у которой давно не было своих певчих. Вскоре Чехов писал, что отец не может себе простить того, как обращался с ними в детстве. Со своей стороны, Антон Павлович тоже старался не огорчать стариков своими духовными сомнениями. Во всяком случае, он признавал в себе и во всем своем поколении какую-то душевную усталость и боролся с нею. Потом, ты слышала, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал Его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били. А Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед. Он страстно, без памяти любил Иисуса и теперь видел издали, как Его били. На днях едва не упал, и мне минуту казалось, что я умираю. Хожу с соседом-князем по аллее, разговариваю, вдруг в груди что-то обрывается, чувствую теплоты и тесноты, в ушах шум. Я вспоминаю, что у меня подолгу бывают перебои сердца, значит, не даром. Быстро иду к террасе, на которой сидят гости, и одна только мысль, как-то неловко падать и умирать при чужих. Это была весна 94-го года, Великий пост. Наверное, он постился, только, как обычно, скрывал это от других. Когда 4 года назад Чехов решил вдруг познакомиться с жизнью русской каторги, никто, даже из самых близких, не понял, зачем с его легкими нужно совершать это самоубийство. А я и в самом деле, отвечал Антон Павлович, еду не ради одних только арестантов, а так вообще хочется выкинуть из жизни год или полтора. На Сахалине он взвалил на себя невероятно сложный труд, перепись островитян. Я вставал в 5 утра каждый день, ложился поздно, объездил все поселения, заходил во все избы и говорил с каждым, там нет ни одного каторжного или поселенца, который не разговаривал бы со мной. Боже мой, как богата Россия хорошими людьми. Конечно, он не просто убегал от себя. Чехов искал слушательниц своему студенту, Василису Слукерьей, бедных и забитых вдов, но с таким открытым сердцем и искренней верой, о которых сам Антон Павлович мог только мечтать. Пришли к первосвященнику, продолжал студент. Иисуса стали допрашивать, а работники тем временем развели среди двора огонь, потому что было холодно и грелись. С ними около костра стоял Петр и тоже грелся, как вот я теперь. Одна женщина, увидев Петра, сказала, и этот был с Иисусом, то есть, что и его, мол, нужно вести к допросу. И все работники, что находились около огня, должно быть подозрительно сурово поглядели на него, потому что он смутился и сказал, я не знаю его. Потом Иван рассказал вдовам, как отрекся Петр и во второй, и в третий раз, как тотчас запел петух, и Петр, издали взглянув на Христа, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечере. Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слезы крупные и изобильные потекли у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слез. А Лукерия, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль. Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошел, размышляя. Если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему, к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе, Петра. 23 марта 1897 года на обеде с Сувориным у Антона Павловича хлынула из горла кровь. Он испугался этого, пишет в дневнике Алексей Сергеевич, и говорил мне, что это очень тяжелое состояние. Почти насильно его отвезли в клинику Остраумова на Девичьем поле и поместили в палату номер 16. Почти номер 6, улыбался Чехов. Он посмеивался, шутил, и только однажды лицо его изменилось, когда Суворин обмолвился, что утром смотрел на ледоход. «Разве река тронулась?» произнес он глухим голосом. Ему, вероятно, пришло в голову, не имеют ли между собой связи эта вскрывшаяся река и его кровохарканье. Несколько дней назад он сообщил мне, «Когда мужика лечишь от чахотки», он говорит, «Не поможет, свежь не воду и уйду». В больнице его навестил Лев Толстой, чтобы поговорить о бессмертии. Ведь подумайте, это уже Бунин вспоминал о своих разговорах с Чеховым. Ведь это он написал, что Анна сама чувствовала, видела, как у нее блестят глаза в темноте. Серьезно, я его боюсь. Говорил он, смеясь и как бы радуясь этой своей боязни. А однажды, чуть не час решал, в каких штанах поехать к Толстому. Сбросил пенсне, помолодел и, мешая по своему обыкновению шутку с серьезным, все выходил из спальни то в одних штанах, то в других. Нет, эти неприлично узки. Подумает, шел копер. И шел надевать другие и опять выходил, смеясь. А эти шириной с Черное море. Подумает, нахал. Толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет 6-7 и действовали на меня не основные положения, которые были мне известны и раньше, а толстовская манера выражаться, рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода. Теперь же во мне что-то протестует. Расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и воздержании от мяса. Чехов суворенным. Он полюбил Льва Николаевича как человека и, вероятно, был отчасти обязан ему расставанием со своей верой в прогресс. Но сейчас философия Толстова была ему уже мала. Такое бессмертие, говорил Чехов, мне не нужно. Дважды заглянув в лицо смерти, он уже имел о ней собственное представление. Старцева поразило то, что он видел теперь первый раз в жизни и чего, вероятно, больше уже не случится видеть. Мир, не похожий ни на что другое. мир, где так хорош и мягок лунный свет. Точно здесь его колыбель, где нет жизни. Нет и нет, но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную. Антон Чехов Ионыч Единственное знамение, которое обещал дать фарисеям Господь, это знамение пророка Ионы. Он столько же пробыл во чреве рыбы, сколько Христос во гробе. Ионыч это 1898 год смерти отца и расставания с Мелиховым. Хотя процесс зашел еще не особенно далеко, пишет Чехов брату, необходимо все-таки не откладывая написать завещание, чтобы ты не захватил моего имущества. Доктор знает, что обречен, но думает-то с робкой, одинокой, но все же надеждой о воскресении. Помогай бедным, береги мать, живите мирно. Такова его последняя воля, заверенная нотариусом. А есть и еще два завещания духовных. Один из его последних рассказов «Архиерей» и последняя пьеса. Заперто. Уехали. Про меня забыли. Ничего. Я тут посижу. А Леонид Андреевич небось шубы не надел, в пальто поехал. Я-то не поглядел. Молодо зелено. Жизнь-то прошла, словно и не жил. Я полежу. Силушки-то у тебя нету. Ничего не осталось. Ничего. Эх, ты не дотепа. Слышится отдаленный звук точно с неба. Звук лопнувшей струны, замирающей печальной. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву. Занавис. Антон Павлович умирал, как и его фирс, только с шампанским в руке, которое по обычаю немецких врачей, велел поднести коллеге вызванный среди ночи доктор. Он взял бокал, вспоминала жена, повернул ко мне лицо, улыбнулся своей удивительной улыбкой, сказал, давно я не пил шампанского, покойно выпил все до дна, тихо лег на левый бок и вскоре умолкнул навсегда. Так так ушел ветхий человек Чехова. А настоящий вечный студент Петя Трофимов торжествовал «Здравствуй, новая жизнь!» Последнее время, вспоминает Бунин, он часто мечтал вслух стать бы бродягой, странником, ходить по святым местам, поселиться в монастыре среди леса, у озера, сидеть летним вечером на лавочке возле монастырских ворот. Как не тяжело было ему шутить и бодриться с каждым появлением близкого человека, Антон Павлович расцветал. Как-то вечером они возвращались после долгой прогулки, Чехов тяжело дышал, но, завидев на балконе женские силуэты, вдруг громко произнес «А слышали, какой ужас! Бунина убили в аутке у одной татарки!» и шепотом изумленному Ивану Алексеевичу «Молчите, завтра вся Ялта будет говорить об убийстве Бунина». Он был бесконечно жизнелюбив. Ему обидно было слышать, что его считают унылым певцом безвременья. Ну, какой я нытик! Какой я хмурый человек! Какая я холодная кровь, как называют меня критики! Какой я пессимист! Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ студент. И радость вдруг заволновалась в его душе. И он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. «Прошлое», думал он, «связано с настоящим непрерывную цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи. Дотронулся до одного конца, как дрогнул другой. А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкой полосой светилась холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле. и чувства молодости, здоровья, силы, ему было только 22 года, и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья, овладевали им мало по малу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла. Антон Палч Чехов Студент КОНЕЦ 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 КОНЕЦ